Перезимовали зиму, теперь перезимуем весну. В эфире новости. Дмитрий рассказывает, больше всего желающих быть ведущим выпуска. Но под строгие критерии подходят не все. В кадре нужно держаться уверенно, да и речь у телеведущего должна быть грамотной, а лексика нормативной. Вместе с Алексеем Запара и Александром Андросовым, Дмитрий раз в неделю рассказывает осужденным последние новости исправительной колонии. Выпуск длится полчаса. Все от съемки материала до написания сценария делают сами. Снимаем мы на хромакее, на зеленом экране, отбиваем зеленый экран и вставляем его в импровизированную студию. Для телестудии переоборудовали сцену клуба. Цвет импровизированный снимают на фотокамеры. Готовые выпуски транслируют по кабельному телевидению. Для этого к каждой секции провели провода. В такое увлечение поддерживают руководители колонии. По их мнению, это одна из составляющих на пути к исправлению. Правда, до выхода в эфир все материалы проходят строгую цензуру. Оно имеет огромное значение именно для жизни в колонии, потому что охват стопроцентный идет. Проводятся лекции, доводятся до осужденных темы различными службами. Содержание сюжетов разноплановое. Это и назидательные лекции нарколога, и познавательные тематические обзоры. Есть даже рубрика о собственном проекте «Минута славы». Пока творческое объединение работает в тестовом режиме. В планах увеличить эфирное время и качество материалов. Возможно, штаб пополнят теми, кто стремится работать и развиваться. С момента появления собственной телевизионной студии, отмечает руководство колонии, таких активистов становится больше. Анастасия Бертенева, Яна Писарева, Геннадий Лобзин. Наши новости.